Свет, свет, свет! Свет, 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 свет! еще можно было поговорить. Мы являемся коллективом, который не на первой, не на второй волне вот именно движение Дмитрия в Самаре образовался, где-то на полутора месяца. Есть определенные люди, в том числе и Сергей, которые стоят у Истоков, мы с ним друг Наталья Иванова. Андрея и Сергея Лукьяна. Я лично примкнул к ребятам, совершенно не зная о существовании, до того, примкнул к ним в 2001 году. Уже с готовым материалом. В 2001 году. И встретил Андрея Лукьяна, с которым мы начали общаться. Мы почему-то нашли общий интерес. Скажем так, мы решили создавать свой коллектив. Та самая полуторная волна, она была в то время, мне кажется, движение как раз и было на пике. Что было, наверное, первостатейно. Это был памятник Сергея, к которому обратились самые первые свои работы, которая вышла в свет, скажем так. Это была песня «Странник». Этот человек действительно дал определенный толчок нашему творчеству. За счет его умений и стараний, и профессионализма определенного на тот момент, ну, чего ты улыбаешься? Это было приятно. Для нас очень хороший толчок в том плане, что... Понравиться было легко, на самом деле, на тот момент. Это как раз, когда вливаешься в вечеринку, депешмот движения, скажем так, музыка все равно похожа, такой романтизм, грубо говоря. Там две-три нотки набрал, и, как бы, хороший, приятный текст на русском, тем более, языке, наверное, сделали свое дело, то есть для какого-то там определенного количества людей. «Отенокий странник» Удаляясь в космос Яркою звездою Падающей в пропасть Острою иглою Бороздя пространство Проплитым богем Ищет постоянство Навсегда Вернуть твои объятья Моя надежда Но Всегда Со мной твое проклятие Судьбы насмешка Выбран путь тернистый Дайте надежды За далеким счастьем Странствуем, как прежде Рома как раз мне Приносил Первые проекты свои Ветер композиции Я как-то заинтересовался В общем, грубо говоря Благодаря им, наверное Я и сам музыкой Более-менее занялся То есть какие-то первые ремиксы Первые синглы Тот же Странник Я их наклепал Ремиксов, наверное С дюжину Ну, так, как пробный был Такой сингл Ну, главная задача Чтоб их услышали Хотя бы Хотя бы в нашей В нашей, как говорится Небольшой тусовке Чтоб распространилась информация Потому что далеко не все знали Что это такое Кто на сцену залез Так постепенно Сначала вообще с негативом Их воспринимали, если честно Потому что Такая ревность была Это вообще То есть Как это? Кто? То есть Вечеринка Мы хотим танцевать А тут кто-то поет Непонятно То есть, ну Ну, это же все мои друзья И воспринималось Скорее, как хобби какое-то Да? А не какой-то вот Серьезный проект Поэтому То, что они выступали На наших вечеринках На Депешистских Вот Только через какое-то время Я начала понимать Что это на самом деле Они занимаются этим серьезно То есть, по сути, для меня Это сначала было Что-то вроде как Такого Ну, несерьезного хобби Я так оценивала А потом смотрю У них И песни такие интересные И музыка танцевальная И народу вокруг нравится То есть, по сути Это там воспринималось уже Как именно музыкальный проект То, что нас судьба свела С Павлом Зольным С которым мы начали сотрудничать Мы начали Были такую Осознанную что-нибудь Действовать Скажем так Электронное облако Как проект Мне очень нравится Такие хиты Я не знал Как грусть Это, я считаю Хит Такого Мирового уровня Не побоюсь этого слова Вот Это моя Моя самая Любимая композиция Настолько это было Более качественно Более здорово Что Хотелось верить В то светлое будущее Которое Миллионы сюжетов Проникают меня Как же грустно Все это Не забыть мне тебя Миллионы вопросов Только правда одна Одиночество Способ Не сломать никогда Проникают Миллионы вопросов Никогда не было Моей какой-то целью Выйти на сцену Чтоб мне понесли На руках И так далее Я от этого Не получаю удовольствия И скорее Такой скрытный человек Ты должен быть на сцене В понятном для людей Образе И этот образ Нужно нанести Поэтому По того плане Когда говорят Чувак Ну такие крутые Такие крутые Треки Что мы всего лишь Выражали свои мысли И делали то Что нам нравится Придумывателем Мелодии Я быть Мне это нравится Я быть могу Но быть Суперменом На сцене Человек Который Стоит С самого края С толпой И на которого Смотрят все В первую очередь Обращают внимание Который Должен заводить Зал Те присутствующие Которые там есть Это больше Такой Надуманный образ Для меня Нежели чем Я Кем на самом деле Я являюсь Поэтому Больше меня это тяготит Очень сложно Перевоплощаться Я Не могу Больше Больше Я стану Другим Для тебя Не бросай Больше слов Дай мне память Стереть Не скопя А потеря Я стану Другим Для тебя Не бросай больше слов Дай мне память стереть Не скорбя, а потеря Разве можно прожить без остня И не веря в тени позабытых снов Дай мне память стереть Я считаю, что такого момента Чтобы нас стали расценивать Как концертный прийти Мне кажется, был такой маленький момент Когда ребят меня обратно позвали Уже станешь, наконец, частью группы Электронное облако Появились новые участники В плане пиар-поддержки Такие мини-поклонники, скажем так Поклонницы И с развитием соцсетей на тот момент Они как раз очень здорово взялись За раскрутку Они еще нас рвали на части Типа был какой-то конфликтный момент Мне было это очень неприятно Но, честно говоря, я скорее как наблюдатель был И Рома тоже как наблюдатель То есть со стороны Они обращались все почему-то ко мне Может, тебе писали тоже, не знаю Типа, ну кто же будет там главный Запевал Самый основной пиар-чистый Я или ты? Вроде же я Нечего А другая пишет Нет, это было я Один синий поделить Выхлоп какой-то Да, то есть такое ощущение, что они зарплату получали Я в этот момент подумал Все, это популярность И не надо платить ничего Они сами там все делают Там обложки какие-то Я там Таня написал Типа, обложку делай Ну, называется корабль Значит, делай бумажный кораблик Там рисуй, пиши Возьми листок Напиши текст Песни Сложи из этого кораблик Сфотографируем Будет красиво Там перевернем еще Там все И вот она там мне начала засылать Я больше фанат технологий В начале времени Для чего Это пешмоб То есть Технология Надо сказать В числе прочего Подразделялась для меня Творчество Романа Репцева Творчество Леонидович Косковского То есть Репцы не было всегда Душевно ближе И Наверное, это очень похоже Полностью Стопроцентную карьку сделать не получается Какое-то самовыражение Однозначно вылазить Ну да Поэтому Возможно, где-то похоже Где-то пересекается Ну то есть Скорее, наверное, влияние Или как основа Там, допустим Только все основано На собственном вкусе Влиянии Музыки, которую я слышал В различное время В свое-то время Даже был MC Hammer какой-нибудь Кому это нахрен Не нужно было Кроме меня одного Но все равно Скилл рос Так скажем Я развивался в этом плане Ну и когда компьютеры Стали помощнее И в группе я поиграть успел Пару лет на ударных инструментах И чувство ритма Какое-то появилось Работал я на производстве Пэт-тары Большинство вещей Написано именно В промежуток времени Когда Была еще работа такая Когда Работают руки, ноги Голова свободна И особенно в ночную смену Естественно Там стележка в руках Когда Голова немножко Залеплена Скажем так Когда сыпал Чуть-таки Менюш Работает На тот момент Я естественно Не был обременен Счастьем Семьи И присутствия Женщины рядом Своей любимой Поэтому Собственно Такие вещи Вот наружу Не убивали Это как Ну Крик души Говоря Человек Который Ищет Всегда Своей любимой Ну Я буду С грустью Вспоминать Вспоминать Те дни Где счастливы Мы были И верю К нам Придет Опять Весна Которой Не забыли Настанет День Придет Рассвет И будет Сказка Продолжаться Мы будем Счастливы С тобой Нам не Придется Расставаться Туда Где Не было Беды Потом Как все Пошло На спад У всех Появились Компьютеры МП3 Всего Стало Много Все Зажрались И поэтому Интерес Пропал Постепенно К тусовке Вот и все Я считаю Что Это Правда Ну и плюс Еще семьи Появились У людей Это Имеет Такой вес Определенный Вот Я сам Принцип Таким же Стал Я тоже Я всегда Поддерживал Любые тусовки Потом И в готическую Я с удовольствием Поддерживал Какие-то даже Люди находились Я помню Я их лично Не знаю Это Андрей С ними Как-то Контактировал Ну дальше Разговоров Ничего не пошло Как-то так Конечно Были бы Какие-то Движения Лучше Это естественно Привлекло бы Новых людей Вот А так Вот как бы В такой Законсервированной Тусовке Трудно что-то О себе Как-то заявить Поэтому Она себя Сама И Наш последний Концерт Был В 2011 Нужно Двигаться Нужно Доделать Хотя бы Начатое Что возможно Будет Начало Продолжение Опять же Нашего пути В дальнейшем Спросим Вас Привык Вниматься Самокопанием То есть Думать о прошлом Вот К сожалению Вынужден Констатировать Что Я именно Из тех людей Которых Я назначил Последние Я Всегда Задумываюсь О том Что Бы Сделать Так Что Было Раньше Чтобы Сделать Это Лучше Чтобы Это Настоящее Можем Лучше Скажем так Вот Каюсь В этом Клане Грешен Наверное Но Не дает Мне это Покой И Опять же Вот о чем Мы говорили Выше То что Мы всегда Были Как это было Сказано Гадким Утенком В тусовке Мне бы Очень Хотелось Развить Технице Показать Что Мы достойны Большего Что Потому что Мне кажется В действительности Без ложной скромности Таких команд Мало Они Они Самобудны И То что Мы Себя Представляем Мы Абсолютно Не профессионалы Мы Выкладываем Душу Свою Раскрываем Душу На Сцены На Тех же Треках Которые Мы Технице Хотел бы Чтобы Люди Относились К Этому Как Тот Четишки Личные Которые Мы Им Отдаем И Как Относились К С Уважению В мире Где нет Причин Для Сомнений Я Стану Странным Изгоем Почувствуй Вкус Откровений Знаешь